Привет, Владимир! Ну что, расскажи, пожалуйста, что произошло за минувшую неделю, что там с нашей любимой темой с бензином, что там с ценой на нефть, которая продолжает расти, и с остальными показателями. Расскажи, пожалуйста, что тебе показалось наиболее важным за прошедшие 7 дней. Всем привет! Да, давай действительно начнем с бензина, потому что тема горячая. И вот мы видели, что в марте действительно Россия потеряла много объемов производства из-за ударов украинских беспилотников, и вышли вот данные, собственно говоря, за последнюю неделю, которая показывает вот по состоянию на конец марта, что все равно продолжает оставаться на сильно пониженном уровне производство бензинов в России, хотя оно чуть-чуть восстановилось вот по сравнению с неделей предыдущей, но тем не менее это все равно на 14% ниже, чем в конце февраля, и это говорит о том, что ущерб такой достаточно серьезный, то есть быстро все это дело не починить, и в целом вот информация такая, что все нефтеперерабатывающие заводы, особенно в европейской части, они работают с очень сильным перенапряжением, на максимум ориентировали выпуск и так далее. Так что вот единственное, что здесь я вижу, что эти атаки по НПЗ, они замедлились, то есть все-таки вот последняя такая крупная атака перед вот этим ударом по Нижнекамскому НПЗ в Татарстане, до этого была все-таки 23 марта по Новокуйбышевскому НПЗ, и с тех пор вот мы только увидели вот один удар по нефтеперерабатывающему заводу Танека в Татарстане, но там еще видишь, вот все время это идет информация, что много беспилотников перехватывает, поэтому здесь возможно это еще не вечер, да, то есть не все попало. Что касается вот этого НПЗ в Татарстане, это один из самых мощных и современных российских нефтеперерабатывающих заводов, это завод, который был уже после падения Советского Союза построен с нуля, как такой современный, ориентированный на большую глубину переработки и выход светлых нефтепродуктов, то есть один из лучших НПЗ, вот он находится в той же лиге, как и Лукоиловский, например, Нижегородский, Нарси, и надо посмотреть, какие там из-за этого возникли повреждения, пока это не очень понятно, но тем не менее, вот в принципе цели выбираются такие действительно первого порядка. Ну то есть, короче, мы видим, что производство бензина удалось заметно опустить, там вот 14-17%, минус это такой очень-очень сильный удар. И, кстати, здесь, знаешь, еще вот я напомню, были публикации о том, что вот помнишь, в начале января у Лукоила вылетела вот эта установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, они не могут ее починить, и это то, о чем я тебе говорил, и это подтверждается моими источниками, они не могут договориться с производителем, это американский Universal Oil Products, дочка Ханни Уэлл, которая ушла из России сразу после вот начала полномасштабной войны, и вот они уже бьются типа три месяца и ничего не могут с этим сделать, то есть часть из этого ущерба, хотя вот это было не от удара беспилотника, а от того, что оборудование полетело из-за дефицита обслуживания, из-за санкций, вот как бы это говорит о том, что все эти удары могут приводить к тому, что долгосрочное будет выбытие оборудования, и проблемы на топливном рынке будут сильными, но пока на розничных ценах это не сказалось. А как это возможно? Объясни, пожалуйста, почему вот оптовые цены растут, а розничные нет? Ну, то есть неужели их до сих пор физически просто удерживают в императивном порядке? Где-то возникает убыток, то есть я думаю, что прежде всего мы начнем чувствовать это на небольших независимых сетях АЗС, они какое-то время потянуть могут, грубо говоря, на прибыли прошлых периодов, понимая, что ситуация политически такая вот горячая, да, но кто-то начнет разоряться из независимых вот розничных игроков, крупная компания, понимая, что это политически важная история, они, в принципе, какое-то время у них есть своя прибыль, они могут из нее вот это дело субсидировать, но это временная история, да, то есть так или иначе за оптовыми ценами розничные неизбежно должны будут последовать, иначе где-то будут накапливаться убытки, кто-то будет разоряться, поэтому у меня такое ощущение, знаешь, что они вот типа пытаются получить от правительства какой-то сигнал, ну типа когда уже можно, да, потому что все-таки все понимают, что ситуация крайне чувствительная, для Путина это все переходит в очень неприятную плоскость, и, конечно, рост цен на заправках хорошо встречен не будет, то есть это ненадолго, грубо говоря, вот это то, что они держат цены, это чисто с политикой связано, и это ненадолго, так что, ну че, вот, посмотрим, какая будет дальше интенсивность у этих ударов по НПЗ, но видно, что шухер на топливном рынке они навели серьезно, и вот пока вот это работает. Скажи, пожалуйста, я вот читал публикацию, то ли Рейтер это был, то ли СБС, то ли СНН, не помню, честно говоря, но вот кого-то из таких западных гигантов, медиагигантов, где буквально там было заглавлено, что удары по НПЗ могут даже больше нанести ущерба российской экономике, чем все введенные санкции. Ты не мог бы вообще нарисовать вот эту схему, да, потому что мы с тобой обсуждаем, как бы, ну вот удары идут, вот потенциально там цены могут вырасти, выросли уже на оптовых закупках топлива, еще не выросли на розничных, но глобально, условно, какая цель у этой стратегии, и почему это может нанести действительно мощный удар по российской экономике, как это в лучшем, да, сценарии устроено, можешь рассказать, пожалуйста, свое видение. Ну, смотри, я думаю, что такие утверждения это все-таки преувеличение, потому что все все время тоже ищут вот эту волшебную кнопку, которая была бы эффективнее всех санкций, да. В любом случае Россия в конце концов может, если будет дефицит бензина, ну, будет импортировать из, там, каких-то азиатских нефтеперерабатывающих заводов, там, с Ближнего Востока. Это, конечно, будет сильно дороже, то есть вот здесь главное, что все это увеличивает издержки, и в целом, я бы сказал, вот какая история, что сейчас в связи с перестройкой всей логистики на Азию очень сильно увеличился спрос на топливо для всех вот этих перевозок, то есть плечо удлинилось, логистика теперь гораздо более тяжелая, да, вот как выросли перевозки автотранспортом, мы все видим, да. Таким образом, вот почему это может быть очень серьезным ударом для экономики, потому что перебои с бензином, перебои с дизелькой, они очень сильно все это затормозят. То есть мы сейчас очень зависим от вот этой всей логистической цепочки на Азию, где автоперевозки играют очень большую роль. Дальше сельское хозяйство, это максимально чувствительное к топливу отрасли, сейчас начинается посевная там и так далее, да. Я могу тебе сделать как бы чарт, где какой ущерб от этого может быть, да, но еще раз, если вот это дело так пойдет, то им придется либо, вот как я говорил, вводить просто квотирование, то есть распределять, какие из каких НПЗ поставки там, каким приоритетным потребителям, сельхозники, логистика, армия, да, либо придется переходить к массовым закупкам бензина по импорту, что будет означать, ну просто деньги они будут тратить. Вот то, что они на экспорте нефти зарабатывают, будут обратно за бензин, грубо говоря, платить. Давай, окей, я тебе могу к этому, к следующему разу сделать такую табличку. То есть это не волшебная кнопка, это ничего, там, российскую экономику это прям завтра не выключит, но это сильный тяжелый удар, который утяжелит издержки, усложнит всю экономическую цепочку. Самое главное, знаешь, в чем здесь штука, что это достигается просто несколькими ударами по несколькими крупным заводам, да. То есть вот минимальные затраты и прям такой вот сильный эффект. Вот здесь, не в том, что это обрушит российскую экономику, да, а в том, что просто с минимальными какими-то усилиями вы действительно можете создать на топливном рынке, кровеносном, в общем-то, экономике, такой прям серьезный кризис. Так что будем наблюдать за этим сюжетом. И, кстати говоря, пишите, зрители, вот мне уже пишут, что они видят, что у них на заправках пошли повышаться цены. Росстат это пока не видит. Я думаю, что все-таки в апреле этот процесс так или иначе должен начаться. Субтитры сделал DimaTorzok